Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! Днепр на связи, 21.00. Подходит к концу этот день. Стало холодно, как-то даже пустынно на улицах. Людей вообще практически нет, несмотря на более-менее еще ранний час. Что по обстановке, друзья? Ну, основное, что ночь, скорее всего, не будет тихой. Мониторинговые группы сообщают о запуске беспилотников типа Шахета ниже Герань-2. Так что, я думаю, где-то через полтора-два часа будет вход в воздушное пространство Украины. И опять же, неприятные новости с Никополя. Знакомый позвонил. Ну, и так уже опубликовали. В общем, еще два тела достали из-под завалов. Это две пенсионерки. Общее количество жертв после удара по гимназии четыре человека. Говорят, был Искандер. Знакомый говорит, что взрыв был просто звездец. Насколько там никопольцы, никопольчане, как правильно даже. Не знаю. В общем, настолько люди уже привыкли к взрывам. Но это, говорят, просто был звездец. И беспилотники были задействованы, и ракеты. Там еще кучу домов повредили. В Никополе. Жесть. Многие спрашивают, что это на билборде. Это реклама Азов. Кто желает, может вступить. Ну, вот так, что еще. Сегодня был Рамштайн очередной. США нам выделили помощь на 200 миллионов. Еще там Финляндия на 95 миллионов евро, по-моему. Генделек уже закрыт. Похолодало, и бухать сильно не хочется, что ли. Кстати, Зеленский обратился. Что интересно, Зеленский был впервые в оффлайн-режиме. Ну, то есть, лично присутствовал на встрече Рамштайн. Затем обратился к журналистам. Пресс-конференция. Попросил передавать Украине активы российские, которые заблокированы на данный момент. Указал на то, что... Обратился к странам, где есть эти активы, где они заморожены. Сказал, что есть активы. Давайте подберем вместе ключик, который позволит эти деньги передать Украине, так как Россия разрушила Украину. И эти деньги пойдут на восстановление. Вот так. Вот так примерно Зеленский описал эту просьбу. И, кстати, Бельгия. Совпадение, не совпадение. Но первая готова передать Украине замороженные российские активы. Порядка 1,7 миллиардов долларов. Как-то они там фонд организовали, что туда будут переводить. В общем, 1,7 миллиарда должны передать Украине. Но в любом случае огромная просьба и к Бельгии, и к другим странам, которые нам передают помощь. Пожалуйста, контролируйте. Смотрите, куда идут эти деньги. Потому что, как говорится, мы пилоты. Либо наш родимый дом. И коррупция у нас процветает. Несмотря на то, что все требуют с ней борьбы. Ну, побороть мы ее пока не можем. Человеческая жадность, алчность, она побеждает. Ну, в принципе, можно людей понять. Ты вкладываешь большие деньги, чтобы стать чиновником, депутатом или рядом постоять. И потом, конечно же, не просто хочешь эти деньги отбить, но еще и заработать. Ну, что еще у нас? Израиль, сектор Газы. Продолжается война. Идут бомбардировки. Там вроде как уже чуть ли не пять фронтов будут открывать. Хезбалла. Вроде как уже вступила. Что-то они там пресекли, обстреляли. Получили в ответ. Пока не ясно. То атакуют, то не атакуют. Вроде как ведутся переговоры. Израиль желает дать возможность мирным покинуть сектор Газы перед началом наземной операции. И опять же, это наземная операция. И Иран, и еще там ряд стран, ряд группировок сказали, что только начнется наземная операция, мы готовы вступить в войну. с этой наземной операцией еще очень много вопросов. Что, как и почему. Но Израиль настроен крайне решительно. Они готовы стереть сектор Газы с лица земли. Что уже продемонстрировали. Достаточно мощная емка. США уже оказала им помощь. Кстати, прилетели первые самолеты с вооружением. Уже приехали новые ракеты для перехватывающей для системы железный купол. Помощь оказывается. Кстати, у нас там в комментариях вчера баталии были в украинском сегменте, когда говорили, что даже позавчера, когда говорили, что помощь Украине нужно перенаправить в Израиль. сразу там зрадники находились. Это все зрада. И т.д. и т.п. Про нас забудут. Израиль. Мы люди второго сорта. Но затем сказали, что эта помощь может быть объединенной и для Украины, и для Израиля. уже начинают говорить, в частности, с КНР заявили. Плюс Россия сказала, что выход из ситуации это создание какого-то арабского государства, или как он там правильно называется. дверь еще тут. т.п. В общем, друзья, такие у нас дела. В общем, друзья, такие у нас дела. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Ночь будет тихой и спокойной. Верю, что вы все находитесь в безопасности, в тепле, в достатке. В общем, все будет хорошо. Всем добра, всем благ и до нового выхода на связь. Моя зимние руки, я хотел бы так разлетись прудом по сугим дебровам Жагно, елиси то спальники бетонні супляк брови Вейду пізно с хат и слов сами лигати трубку по тимбалам да почиаль нині вже не візьму Сау ця Карпа Сау Ця 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 Новый всепогодний винищувать четвертого покоління Це моє прокляття Мій камінь Я крутів би заплакати Але я того лише машина Мому чортом моя шоку Десяток років Зобожіння Та злитні Батареї Зимні Гуртожат Как моїх Пілотів У Порваних Носках Ращик Узвоноділі Блядь Яка там Масква Я так Ненавижу Людей Вони Породжують Взором Страх Біль Сміх Вони Фестив Свое Эго Так Наче Генитали Ты Влечеться Майдз Свой Вик Пло Слезь Теп Восприз Маганд Я Та Я Батаре Слытся Увичний Сон Виктория Сл INTERVIE МОРИЯ СОООБСКИИЙ СООБСКИ andere ЧЕЛТЕ СООБСКИИ СООБСКИЕ ХОНКИН СООБЩКИ СОООБСКИИ СООБЩКИ И nos Темда темная, темная, темная Темда темная, темная Бой, я смеюсь, не смеешь Как слышали в нас, силы на тобой Я буду Слышься личный сон Для ты, мой, я смеешь Как слышали в нас, силы на тобой Темда темная, темная Слышься личный сон Для ты, мой, я Слышься личный сон Для ты, мой, я Слышься личный сон 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 Слышься личный сон